Раздевайте, раздевайте. Спаси, спаси мешочек. Пришли в гости к Сергею Павловичу. Давай. Туда отказывай. Твоя партия, да? Пациенту Кузьминичну. Лена, давай скажи туда. Так, что вы там собрались пытать? Я тебя не спрашиваю. Где партия твоя? Он говорит, вот это. Я говорю, во сколько ложишься? По всякому. Во сколько? По всякому. А? По всякому. По всякому. То есть нет определенного времени. Обстаешь в 9-10. Тоже по всякому, да? Да. Организм требует в одно время ложиться, в одно время вставать. Мы еще пока на удаленном, на больничном. Потому что утром в одном молитве. Это называется интимный встречный господин. Вечный. Мы с Господом встречаемся, молим, пронесаем, с ним за улицу. Сколько лет, разное время. Я говорил, когда в Москву приедешь, на 4 часа там как-то как-то. Организируйте. Я в Америку и там 12 часов празднице. И там встал, точно в 400. Лена, не вбивайся. Там вообще в 400 на 12 часов празднице. Он встал. Я встал. Так ты фильм смотрел, нет? Называется Карпов? Так молимся все. Да. Начинает помолчить. Встал. Встал. Идет себя дальше. Это не один. 94 серии. Очень заняты. Карпов. Ты можешь доведить первое. Там написано. Та три. Та три. Та три. В каждом сезоне, кажется, 33 ролики. 33 фильмы. Каждый фильм 45 минут. Первое, ты можешь посмотреть. Это, я тебя когда смотрел, вспоминал. Ну, могу показать. Они сразу там, ты снять риск на стол, вот семья отобедают. И что там с ними делают? Там тоже бывают разные люди. Так, это рабочие у тебя вот это идолка? Нет. Нерабочие, да? Понятно. А это РИ-64 что означает? Это... Сюда белье вешают. Белье вешают. Грязное белье вешают сюда. Стирать. Грязное? Да. Чистое. Грязное. Стирать надо? Чистое, да. Чистое. Грязное постирать. И больше нет еще? Нет. И сколько это стоит? Не знаю. Надо же. Нет ничего, чтобы люди не придумали. Это хорошо, очень удобно. А это чтобы увеличить площадь, да? Да. Да. Постирали, вот раз, и повешали сюда, и все. И вот за ночь высохло, все утром, со права, права. Это здорово, конечно. Да. Так, мы приехали узнать, как у тебя дела, какие у тебя перспективы. И вот это, что у тебя есть, и ты отходишь, там все сказано. Два или три месяца на это надо, чтобы отошло. Там какие лекарства дают, все сказано. И вот он взял точно такой взгляд в... Не знаю, а потом, когда пришел в себя, он начал такое там наворачивать у него в память, и все. Его везде подставляли, где кого убить, там посылают он. Он мог притаиться, ударить и... И тут же зароют, убьет и зароют. Ну, 94, и все время переживаешь, смотришь. А это что, оторвалось или еще? Ну, да. Медвежья игра. Медведь, когда пень найдет, вот так оттянет у него, которая такая... И отпусти там... Ну, перь. И... Тоже люди. Медведь, а уши на спидел. Да у меня в порядке, вполне. Ой, я... В пятницу мне было плохо, с субботу, все это не получилось. Отошнило, штормило, опять такой приступ был. А сейчас слава Богу. Садимся. Сладкий Господи. Так. Вопрос. Тебе не тяжело, сынок? Нет. Это мой сын, я его раздела. Так. И я его... Я тебя породил, я тебя и убью. Нет. Убираюсь, не собираюсь. Молюсь за нему. Господь нашел. Ну, главное, и в тяга сейчас. Нет. И мои глаза. Он мне вчера, меня... Водил в туалет, меня тошнило, кидало со стороны в сторону. Как же мы помогаем друг другу? Два инвалиды. Да не инвалиды, но слава Богу. С Божьей помощью мы коротко ездить. Сейчас топали. Так. Битва, не битва. Ну, хорошо вот у вас, слава Богу, здоровье есть. А мы... Другой... Я спрашиваю, с чего Сергей началось? Он активный такой был, везде выступал. А люди-то видят его, какой он есть. А Голдыш? Ну, откуда мы знаем, с чего началось? Ну, он-то знает, где ночёк его засыпило. Как это он так, ну, всё потерял? Ничего он не потерял. Как не потерял? Жизнь и сыней он. Сколько неприятностей было. Какие неприятности? Спокойшая жизнь самоубийством. Это болезнь. Я спрашиваю, с чего началось свято, когда зажим? Зачем это всё ворошить? Зачем? Вот за причину. Ну, когда, Евгений Алексеевич? Ну, знала нам эта причина. Причина не в таблетках, конечно. Ни в таблетках, нет. Причина в жизни нашей. Вот. Слава Богу, таблетки ему помогли. Присадись поближе, Серёжович. Вы приехали нам помочь или что? Ничего. Узнать, как живёте. Слава Богу, помощь нужна. А как ещё помочь, когда, не знаю, ещё надо узнать? Слава Богу, ничего, помощь не нужна. Морковки дали слава Богу. Спасибо. Так, а у вас какая пенсия? Сколько? У меня восемнадцать. Хватает? Хватает. А у него никакого прибытка нету? Зачем нам прибыток? Нам хватит этой пенсии. Там, работал с собаками, ты работаешь, нет теперь? Ну, пока здесь не нет. Ты ещё на себя не бери сейчас. Установи определённый график. Вот выходишь, когда молятся. Лишни не выраст нигде. А сам побить. Учить размышлять. Недостаток большой. Женский характер. Ты не восхищай до конца. Так, ну, как женщина, а дальше ещё нету. Кто бы что ни сказал тебе, напиши им теперь о том. Дело ли не к делу? Это в мусор убрать. А на основном я сейчас буду достигать то, что напишем. У нас у каждого в свою рука есть свой характер. У каждого в своей жизни. Мы не можем вашу жизнь прожить, вы и нашу не можете прожить. Для Царства Небесного путь один через голову. Другого пути нету. Молимся. Слава тебе Господи. Видите, люди когда не понимают этого. Я сам при себе. В храм приходит определённая дисциплина. В вагоне едем, в поезде. Дисциплина определённая. В армию берут, потому что говорить я. В монастыре не так. А я хочу, не так, какой-то нет. Вот общий порядок. Давай горить весь. Я говорю по делу. Без этого нельзя. А когда ты себя держишь, где нервная система работает, тогда ты знаешь куда. А так просто отчёт будет, клёк. Язык высунул ещё дальше. Ты знаешь, когда ложиться лишний раз днём не ложись. Никогда. Вот так вот. Подушки возьми, накидай. Где? Вот на этой тебе ближе даже. Вот так вот. Больше так вот не надо делать. Вот так вот. Вот так вот. Ты видишь, как я себе сделал кресло-то? Отработал. Я теперь даже не хожу на тот стул спать. Я сразу раз глаза закрыла. Мне главное не упасть. Я встал в стул. Печатаю. Во время печатания. Слово не допечатал. Заснул и упал на пол. Два раза было или три раза было. Я печатаю кому-то там ответа. И во время печатания я заснул и головой упал. И разбил нос от клавиатуры. У меня мысль-то я, что то же самое. Я не старею. Я на 30-ти годах остановился. Организм-то не обманешь. Он требует больше. А я тогда два с половиной часа в сутки спал-то. Я пытаюсь туда пролезть. А мне говорят вход закрытый. Щелчок в лоб я свалился. Куда ты резешь? В старой ярмалках. Ну утром во сколько ложитесь? Вечером. 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 Утром. Вопрос задалай тоже. Я встаю сегодня. Одна минута первого часа. Я сразу. Надо перец затопить. Я начинаю выгребать. Затоплю. Все заготавливаю. Утром только спичку Володя застанет. Володя можно затопить? Можно. Он мне главный. Не я. Так я знаю что утром. Утром. А вот теперь я сел. Теперь. Уже к кровати подхожу обратно. Я немножко глянусь. Туда. По скайпу. Кто еще сказал. Заглянул. Просит отведать. Пока отведать давал. А смотрю там у меня в мою мере зашли. Вижу время уже. Четвертый час пошел. Я как маленький был. Скорее. Сверху. Уже заправлено у меня. Сверху у меня налет. Уснул Володя толкает уже. Я там целый час выиграю. Сейчас. Мне интересно так. Даже со сном. Во сколько лечь что я не определяю. Желательно пораньше лечь. Если вставать. Я стою наверное в первом. Вставу. И каждый раз себя убеждаю. Не надо это делать. У меня скрип на ходу. Мотор то не тянет. Он даныкается. И в то же время как вечером молитва. Володя. Какой у нас был день. Сколько мы сделать успели. Все. Милость. Благодать. А вот если бы там задержались. Только это получилось. Вот мы дороги когда ездили. А в дороге так допустим. Мы сидим в машине. Николай. А Виктор бежит. Горючи там. И вот он берет. Сколько заправит. А потом бежать и с дачи чтобы отдали. Такой порядок. За дачей. Он только за дачей пойдет. А мы в это время. Машину здесь. Чем ты нас снимаешь? Мы едем в окно. В окно едем. Витя дверь открывает. А мы далековато стоим. Мы уже включаем. Витя забегом. Бежит быстро быстро. И сразу в машину. Мы экономили не минуты. А секунды. И бывает поезд идет. Мы успели проскочить. А другие машины стоят. После нас пришли. И в это каждый день. Мы проезжали. Одна тысяча тридцать километров. Под бой в десять. Подъем в два. Мои два шофера по переменке. Миссионерская поездка. Мы прошли сто двадцать тысяч километров. Этого аэквата на три раза. Вы так помогли. Ага. Вы смогли такую телеску понести. Ну да. Так он с нами ездил в одно время. Ну и слава Богу. Ездил? Я тебя уволил на дороге. Помнишь? Недва не погибли. Секунды. Доли секундами у него. У него тогда были какие-то проявления. И в это время ни раньше, ни позже. Это считает дневным рядом. Это за рулем. Уснул он. Или потерял сознание. Он не может сказать. А я в это время поднимаюсь заново сиденье. И вот так переиграл. Куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда вылезли? Ну зачем это вспоминать? Зачем я разгорел? Не, реально. Ну зачем? Подожди. Я рассказываю, на нашу жизнь, как еще, нам Бог спать, нам Богом благодарим, значит, мы благодарим Богу, мы просто благодарим, мы благодарим, мы сразу поехал домой, и там кого-то послали, шофера нашли, он приехал, и с ним дальше, а пока до города было, где-то 5, может быть, я пошел вперед, с людьми там договорился, я эту чемодану унес туда, там беседа была. Мы приехали, меня сразу нашли, у нас интересная была поездка, 650 городов посетили, от Тихого океана до Атлантического, Стандинавия, Прибалтика, Север весь прошли и Турцию, 650 библиотек получили от нас подарок на 35 миллионов рублей, вспоминать благодать, это никому не сделать, вообще мы не поедем, там и везде дарили комплект моих книг, 38 книг, он стоит 750 евро, и на молитве Бог сказал, идите отдайте, диди, который возрождает людей, как нам это не вспоминать, это мы же наполняли сердце благодарности Богу, а ночевали где-то, где-то вместо полосах, я должен был ободрожить, выкопать туалет, а закрывать туалет будет он. Вы помнишь, когда Турнерс, я говорю, не говорите, вот забывай, когда Турнерс отъехали, где-то в 300 сетей, а ты засыпал где-то в туалет, ух, когда мы там воздумали, он как-то чистанул туда, забежал, там заставил, закрыл, у нас чистота. У нас каждый знал, что делать. А это выкинь? Нет, это никак, ну только из-за стола, у нас же все где, мы служили, мы присчастники, молодец, сегодня. Поздравляю вас, спасительство. Потом было собрание большое, а потом трапеза, песнопение и занятия. Занятия довольно бурные были там, и детьми с этими, с сиротами, полусиротами. Решение, Игорь говорил правильно, если бы там его не было отца, я бы этим считать, я бы и занялся, все, вы занятия шли, на работу встречали везде. Я сразу задал вопрос, вы верите или нет? Все поднимают руки, да, верят. Теперь что делать? Сегодня опять обсуждали. Вон, девчонки, 16-18, у тебя отец пьяница, ты его и дедовой защищаешься. Ты сам беспалютий. Ладно, я сам будто не буду. А мать умерла, вот, умерла. Рак, она хорошая была, ведь она. Мы это все должны знать. Библия Бог, какие времена, 7 тысяч лет назад, он все вспоминает. А зачем, как он там был, вывалился израиль. А дальше, как Каин убил, он говорит, да убил, да убил, сейчас вспоминает. Обязательно. Апостол Павел, когда перечисляет неприятности, 1 Корица, 10 глава, 6 сих 11, это были образы, там, для нас, достигших последних веков, чтобы вы не были похотливы на злое. Если их Бог покорял, покарайте нас. Башня упала, когда в селамске, на 18, а Христос говорит, не думайте, что вы самые большие грешники. Если не покаетесь, так же погибите. Я ему сейчас сказал про лимфию, называется Карпов, с одного милиционера, он под полковом не верит. И он, там, пьяный, вышел, в милицию приступе какую-то не пускает, он говорит, если трудом разоблащить, там, наркотик, опять пускает. И он вышел, он один-то человек стрелял на улице, один за другим, куча валяется. Ну, его психиатрия, и он и судили. И меня, мне кажется, года два или один там пробыло, еще года два на уколах. А укол, как дадут, а какие уколы, у него возник совершенно, он поязыкный. Ему отходить надо, может быть, месяца три надо, отрекаться от этих, какие. А по другому, как их смиришь, они там буйные. Это нам уже все спрашивают по интернете, что Сергей Павлович, что такое. Какое, чтобы нам-то не попасть в это, в его опыт, его прятать не надо. Почему я сказала, с чем это связано, все спрашивали, с чем связано. Представь тебя спрашивают, ты отмолшишься или будешь что-то говорить. С чем это связано, что-то, с другого известно, с чем это связано. Одну глубокую дверь на себя связано. Он был у вас там, по чайу, две, два месяца, человек. Он приехал, ты не спать еще не мог. Он приехал. Как на что же мы смотрели на него? Смотрели, но в эти годы вели, и до него ягодный декор. Я каждый день спрашивал тебя, консор, дошел, на работу, а теперь нормально. Я больше ничего не могу сказать. Он не спал в эти два месяца, два месяца не спал. Похоже на него, не спал. Он спал. Я говорил вовремя, значит, а я буду постичься. Я говорю, постичься, как если они, так что они будут есть там день. Ну, кто-то и это было на верху. Он не слушался. Он знает, когда вы там, когда вы там трижды сбегает, пломи, принеси. Два раза сбегал, значит, вообще будут бегать. Мальчишка какой-то, что-то. Об этом послушании. Понимаешь, что это все опыт. Что послужило тем, что Сергеев Павлович оказался психушке? Вопрос. Я ни одному не ответил. Ни одному. А мне вопрос такой, с разных стран. У тебя популярность была большая. Положительная и отрицательная. Самая отрицательная, когда ты беседуешь с Василием Николаевичем Черепановым. Я говорю, за это Бог покарал. А я их сразу все расписывал, так и тебе. Я в твоих отношениях, Василий Николаевичем, ничего не нашел такого, чтобы тебя за это судить. Тебе это ему удано было так разговаривать? Он бесконтрольный мужик. Правда, его на дело он оставляет. Ты понял? Если он тебя найдет, ты все бы знал. Я ни разу, ни одного ответа не дал о тебе. Просто по-моему, в шагу, я не знаю. Что ты скажешь, ты скажешь, это не тайна. Тогда я могу видеть матрицу. А если я говорю так, что мне в нем нет, то говори на деду, когда вы на деду. Что, я могу подозревать, но я не могу это сказать. Рядом с ней могу сказать, что я думаю, тогда-то было такое. Морцы-то такое, людей не сопротивляются. Я как-то позвонил матрицу, здоровье. Она не знает, подпредить нет. Я говорю, у Сергея какое качество, которое вам больше всего не нравится. Она говорит, беспечность. Не помню такого. Ну, а вы не согласны, что это беспечность? Нет, не согласны. Ответила так. Беспечность. Не знаю, не помню такого. Тут все договорились. Мы звонили, когда немецкие побыть, видно, действительно, что она в будущем не думает совсем, что дальше будет. Это все... Мне никогда не звонили, Игнатий Тегвинович. Здоровье бы были. Не звонили бы мне, и звонили. Если звонила, то я. Это молело за это время уже сколько, пять лет прошло. Я никакого... Ничего тут особенного нет. Мазли-то отпадают. Мы умеем, что ничем не отпадают. Мы сказали беспечность. Мама говорит, правильно? Ты что ответила? Правильно. Вот он сын, что такое, рядом. Ну вы что приехали здесь? Разбирайте жар, дайте жар, чтобы выйти из этого состояния. Вот выйдет он из этого состояния. Вот и нет, наше покаяние. А нас чекает. Когда ты тонул топор, вы висе. Он спросил, где топор показали? Он спросил, где этот топор тонул. Где ты тонул начал? Не топор, а ты начал тонуть. Он знает. Первая коррекция, пятая, глава, седьмая. Оттуда вывезли, не могу. И считай, тебе нужна глава. Вот сейчас он думает. Так нет? Черт, кивай. Ты будешь еще теленок, что ли, не разумный? Я ему сотни раз на это говорю. Выползли из этого состояния. Хватит тебе то, что было. Ты принимаешь, что я тебе говорю, это что вообще действие для тебя. Ты вам успокоишься, мы не во вред пришли говорить. Не обедать, а пришли по заботе, все узнать и хотя бы пультирщикам нарисовать путь, которым ты должен идти. Конечно. Но, понимаете, ты должен сказать, вот это у меня было неправильно. Отправить книгу от Побилы. Извинений у меня никаких нет. Поправить нельзя. Всех в мире даже нету. Только ты в билетстве его можешь сделать. Очищение в одном, в другом. И он выброс и дьявол. Я знаю, что говорю. Мысли, я тоже знаю. Мысли, я его родила. Да и его не родила. Ну дальше, что я родила. Знаете, слушайте. Я родила его, я кормила, полила. Они меня не признают. Кормила правильно. Полила правильно. Почему другом не доставил отстать? Это я не папа. Понятно. Почему? Свои заботы были. К бабушке толкали ребенка. Это сегодня я у бабушки один, я у дедушки один. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Слышал песню? Там с Пугачевой что ли поют. Ты сожила? С родственниками. Трогательная. Мужчина поет, голос там такой. И он мальчишка. Они ему пса купили. Сходят с собакой. И да. А он опять поет. У меня братишки нет, у меня сестренки нет. У нас пять братьев, пять сестер. Я не... Огнуть к вам не говорю. В этом мире сейчас. У мусульман? Татарстан другие. В семье. В среднем по всему Татарстану. Восемь целых, одна десятая ребенка. У русских по семь. Одна целая, семь десятых. Даже два нет. А два нету, это значит народ по миллиону каждый год. Еще нам жить осталось. А еще нету. Вот дело-то какое. И поэтому это скрывать никак не надо. За время перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Государство к женской войне захлебывается кровью. У мусульман за 1300 лет. Два миллиарда ни одного города. Они умеют сохранять нацию свою. У нас государство расшатанное. Деревень. Государство образующая структура. Это кормит. Деревня же кормит. 51 тысяча деревень уничтожено. Тысячи. И мы там потерять еще терпимся. Ну, все-таки мы землю обрабатываем. У Игоря у нас уже 700 гектаров. Это не 700 гектаров. У тебя и гречка будет, и овсянка, и манка. А ты словно сказать, пшонка, знаешь, из чего? Из какого растения? Ты думаешь, перышки растут, наверное, да? Пшонки, все они спрашивают. Ни нафа не могла, не могла ответить она. Не, она одна ответила. Одна ответила. Никто не знает. Проца. Китайская культура. Она метелками растет. В ней, кажется, вот, одну зернушку, она делает 600 или 700 зернушек. Ну, и в ней, как она ищет садил, как на Рыжковский пруд. Знаешь, где Рыжковский? В конце деревни-то. Вот. И ты, Симаковский пруд, да ищи идеал. Тебе делает нища. Ты молись, чтобы нам снегу Бог дал, чтобы поднять до нашего уровня, где мы сток сделали. Мы сразу карасей ловим туда, за рыбе мы там можем, рыбачий, какого дома. Молодцы, что рыб развели. А? Молодцы, что рыб развели. Да. Сейчас потому что те нельзя брать. Все потравлено. Ты кого, ты кого говоришь, забрать? Да я говорю, что хорошо, чтобы рыб развели там, своих рыбок. Да. Мы ползимы пощинели за один приход. В прошлом году мы один раз только загребли. Вышли, полтора центера вытащили. И у нас насушено, мы и кошки, мы собака, мы себе. Но теперь, если наш, он знает, где, Симаковский пруд, около костра, там, ты была на костре этого просто? Нет? Как же так не было? Надо же не мои годы, чтобы я на костре была. Но на крещение ты когда была, так после этого на костер же шли. До этого. Не было, по-моему. А на фонду приехала разве? А в воскресенье крещение. А ты было, сколько дней там жила у нас? Ну, дня три, наверное. Обязательно на костре была. Ну, я бы, крещение было, я бы было, этот... В воскресенье, крещение, вся воскресенье. А в субботу у нас, он был у нас швейтятец, а сейчас в субботу. Меня крестили не в воскресенье, А вы крестили, когда вот, Венчанного Отца, 2 августа или 3 августа, я не помню. Значит, в июле? Нет, 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 нет. А вы не совсем вместе, а позже. Не совсем позже. Была... Я родила его, а вот тебя родил, духовно. Ну и слава Богу. Это дороже. Парага, я родил вас. И у нас мало таких, которые своих матерей перевели к окрещению. Он один из них. Ну я крестила себя в Покровском, крась, как вы говорите, в Краме была крестила. Там крещения нету, там мощения. Ну я поняла. Ну понятно. Тут открыто все. Они сегодня все строят купели и ссылаются на меня, ко мне Капрановым. А вот я в университете его занятия. Скажите, Игнатий Тихонович, что вы построили в Аптистерии. Я говорю, вы Богу скажите. Я вот еще заставлял, я заставил. Ну Капранового уже нет, мы живы. Ну и все. Мамор мы плитами закрыли, опять мучи толкули. Нет, они безобразники. Без погружения нету. Слово крещение в немецком языке Тауфон. Погружение. В немецком, в английском Баптизен, это погружение, перевод. Погружения нету. Но в Барнауле сейчас есть один священник, который моченый крестит. Это вообще диво. Люди, которые понимают, что это не крещение, а обман. А они выходят и насосом в воду крещают. На кого капля попала, крещеные. Это все заснято. Еще нормально. Еще оп, высохло. А мы здесь, приток Копей есть. Там вода не течет, она затекает и стоит. И крещение было тогда. Были священники у нас тут свои. Привозили людей туда. Мы, они тут нас крестили. Еще на потери реки. Хорошие батюшки были. Так. А ты можешь босиком ходить здесь. Есть такие вот коврики. Мне подарил, вот сегодня ей годовщина. Анна Кузьминична. Коврики вот такие. И там такие вот, как пупырышки такие. И по ним надо топтаться ногами. В магазине подают. Ты попроси маму купить. Одну можно жили-две. Две ноги помещаются. И на них каждый день, там минут пять походил. Потом больше, шесть, семь. И ходили на гоночках за улицей. А это отражается на всего органа. Если снимать, то... Вон у нас это, стоит. Бликатка, пыльницовая. Большой палец, сердце он где-то попадает. Где? А сейчас еще наступаемый он найдет. И печень, и глаза, нервная система. Все через подошву. А культурное вещение. Поэтому топчись. Я тоже иногда топчусь на этот. Коврик у меня один. Я сижу, сижу тоже. Надоедайте. Летом-то босиком ходишь. А вот бывает, когда дождь пройдет. А там овечки пройдут, и все на засохнет. Там кольщины стоят. И мы по ним ходили. А там около храма дорога, и насыпан грами щебень, щебень, колотый. И она босиком идет, но видно, что больно. Просят, я говорю, а ты сейчас козелы работаю. Это японский. Культ, ничего не боятся. В этом она такая, спросим, бодрая. Ты сам маленько, ген, посмотри, может, что-то поднимать надо. Бегает, резко туда, в камере у меня ходил, 6 метров. Я где-то там 5-10 километров наматывал. Считай, сколько раз, сколько метров. Организм должен быть так, чтобы у тебя петель был настоящий. Можно проветривающий, порточку открывать. Проветриваем, все открываем. Все держим как положено. Молимся, молитвы читаем. Просим Господа Бога прощения. Слава Иисусу. И все, молитвы читаем. Утром, вечером читаем, все читаем. Псалтирь читаем. О, прекрасно. Обязательно читаем. Путин и вечерняя молитва на русском языке. Читаем на русском языке. Молитвослов на русском языке. Ты его заслуга, товарищи. Да, да, и Бог. Так что любыми средствами, которые невраждебно писали, можно понять тебе надо. Только Господь Бог нам поможет. Да. Пойдемте, Господь, чем-нибудь пригодим. А ты ему будешь на прогулку? А ты Кузьминичный. Подожди. Когда вы будешь на прогулку его? В восемь. Один раз в день? Два. Один-два? Два. Я тоже. А я выпущу его. Пока еще калитка даже закрыта, он меня носит. Там щурка такая есть. Он меня катает. Все. Давай. Так, ну что, пойдем домой? Что сказать? Слава Богу. В третьем. Хоть не говорит, головой киваю. Тоже хорошо. Маме скажи, что мы с тобой по телефону разговаривали. Она подтвердила. Я говорю, мама знает. Главный твой недостаток. С ним надо бороться. Я такого не говорила. Вы мне никогда не звонили. Ну, тогда иди. Как, с вами я разговаривал. Нет, я могла позвонить. Ну, можно мне никогда не звонить. Я ему никогда не звонил. Правильно. Вы мне звонили. Нет, когда он беспечный. А я тогда спросил, срочно говорю, я говорю, иди наряду. А он сидит рядом, я только что его там шпиговал. Я говорю, какой у него главный недостаток? Отчего у меня мучительный мировой дону. Просто забыл. А вы отметили беспечность. Я говорю, скажи, вот с этим будем бороться. А беспечный человек храм не закрыл, залил от соседей. Газ не закрыл, поможи всех. Беспечность. Все мы разные. Все мы разные. И все мы такие, как вы, никогда не будем. Были бы другие, я бы не пришел. Так что, слава Богу за все. Стараемся. А ты еще к нам не приходишь на богослужение? Я хожу в Киев и Чешский храм. Я не про это сейчас спрашиваю. Я говорю, почему ты не приходишь с сыном на богослужение? У нас тишина, порядок, дисциплина. Вот в это время не пришли, потому что у него было вчера плохо. Мне кидало со стороны в сторону, мне тошнило, рвало. Сегодня мне, слава Богу, получше. В пятницу мне сильно было плохо. Да не в пятницу. Он бы не мог меня оставить. После крещения. Крещение сколько лет тогда было? Ну, давно уже. Ну, давно. И ни разу не были. Ну, я хожу в этот... Да я же не про это спрашиваю. Я Сергея спрашиваю. По-моему, раз была после крещения. Ну, я не знаю. Я же прошу. Почему мама не приходит? Он ответил. Какая причина? Не знаю. Не знаешь? У-у. Более засказать. Сковоротникам огреют. Нет, не огреют. Он говорит, а она стыдится своей полноты. Скажет, такая жирная тетка. Да у нас-то тоже возле Зоя Шипина какая. Еще похлеще. А куда мне деваться? Такая же попрация. Да никто еще не отнимает от тебя. Все твое. Да. Ну, главное, чтобы... Да, ладно, ты не берешь. Причина-то какая. А я и таким людям помогаю стать другими. Я им рецепт даю. Меньше жирной. У меня со мной, говорят, дерзно. Ну, это ерунда. Вот такая вот брюшина. Владимир Прокопович Редкин. Зам. директора завода. Мы вставали в одной камере. Я говорю, Володя, а что с тобой? Вот эти сына, где? Мы одного барана съедаем, шашлик, а другой привязанный где-то там. Володя Прокопович Редкин. Я ему все рассказал. Вот день и ехт. Два не ехт. А там дают и смотрят за нами. Камера под особенным наблюдением. А он достал тарелку, выбросил там чашку такую же. А там встал, и он встал полочкой. Он туда прикопал, и он еще. Чашку туда скажет, а сюда. Вот так локоть поставит, а вон глазок на ней не видит. И хребает, а еще.